Здравствуйте, друзья! С вами канал в гостях Уванушки. И сегодня я готовлю очень вкусные мягкие багеты с чесноком, зеленью и хрустящей сырной корочкой. В миску наливаю 250 мл кефира комнатной температуры. Всыпаю 2 чайные ложки дрожжей без горки. Хорошо всё перемешиваю, дрожжи должны полностью раствориться. Теперь всыпаю чайную ложку сахара, половину чайной ложки соли и добавляю 1 яйцо. Хорошо всё перемешиваю и буду добавлять просеянную муку небольшими порциями. В общем, в тесто уходит примерно 500-450 г муки. Тесто должно получиться средней плотности, оно не слишком мягкое, но и в то же время оно не сильно забито мукой. Теперь наливаю 50 мл растительного масла и продолжаю вымешивать тесто. В итоге получается вот такое вот эластичное и очень мягкое тесто. Тесто оставляю в миске, накрываю плёнкой или полотенцем и даю ему подняться в течение часа при комнатной температуре. Тесто должно подняться в 2 раза. Теперь его обминаю и перекладываю на стол. Тесто получается абсолютно нелипким. Делю тесто на 2 равные части и буду формировать багеты. Скалку я не использую, просто руками распределяю тесто и делаю прямоугольный пласт. Сворачиваю тесто вот таким вот образом. Хорошо защипываю край и перекладываю багет на противень швом вниз. Противень можно посыпать просто мукой или застелить бумагу для выпечки. Багеты оставляю ещё на 20 минут и сразу включаю разогреваться духовку до 200 градусов. За это время можно подготовить начинку. Зелень петрушки я мелко нарезала, чеснок пропустила через пресс и заправляю это всё растительным маслом. Хорошо всё перемешиваю и начинка готова. Багеты у меня хорошо поднялись. Теперь при помощи силиконовой или обычной деревянной лопатки делаю углубление. Сверху хорошо смазываю молоком или взбитым яйцом. Выкладываю начинку. И сверху посыпаю натертым сыром. Благодаря сыру на багетах будет очень вкусная хрустящая сырная корочка. Отправляю багеты в разогретую духовку до 200 градусов и выпекаю до хорошо золотистого цвета. Багет должен подрумяниться сверху, снизу. И когда вы его берёте в руки, он должен быть лёгким. Время выпечки зависит от духовки. У меня багет выпекался 35 минут. Даю багетам остыть на решётке и можно пробовать. Сейчас я разрежу багет и покажу вам, какой он получается внутри. Нарезать его очень сложно, так как он очень мягкий, очень воздушный. Эти багеты остаются мягкими даже на второй день. Ну а какие они вкусные и ароматные, я говорить не буду. Думаю, и так всё понятно. Пробуйте, готовьте, я уверена, равнодушных не останется. Спасибо, что готовите вместе со мной. Я, как всегда, с вами не прощаюсь. Впереди у нас ещё очень много интересного и вкусного. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok